Привет! Как дела? Нормально? Ну тогда начинай! Друзья, приветствую! Зовут меня Сергей. Канал Домовенок. Сегодня поговорим и позатачиваем стамески. То есть, тема видео. Заточка стамесок. Я уже давно собирался снять это видео. Просто кое-какие нюансы и доработки нужны были в мастерской, чтобы сделать ролик более-менее полноценным. Заточка, можно сказать, будет бюджетная, но постараемся сделать ее качественной. Бюджетная в каком смысле? То есть, у меня нет дорогостоящих камней, разной гритности. Есть у меня один камушек, точнее даже два, вот такой советский, но он очень мелкий. По гритности, наверное, что-то полторы-две тысячи. Также буду использовать вот такую штуку. Что это, я чуть попозже расскажу. Ну и нам понадобится электроточило. В принципе, любое подойдет. Да, кстати, за неимением каких-либо камней можно воспользоваться наждачной бумагой, влагостойкой. Продается в строительных, в автомагазинах. Также она есть мелкой гритности, мелкого зерна имеется ввиду. Влагостойкая наждачная бумага, наклеенная на стекло, прекрасно заменяет сам камень. Вообще, в столярной литературе, как бы, в учебной рекомендовано стамески затачивать под углом 25 градусов. Это немножко островатый угол, и я и многие другие советуют делать более тупой угол, а именно 30-35 градусов. Я бы даже так сказал, чем тверже и плотнее древесина, тем тупее должен быть угол. Он незначительно уступает углу 25 градусов, но заточку держит гораздо дольше. Измеряю я углы заточки вот таким обычным дешевеньким угломером. Ну и немножко для начала теории. Существует три вида заточки кромок, то есть вот такая горбом выпуклая, прямая кромка и вогнутая. Нижние две это рабочие, вот это, это не рабочая кромка, она резать не будет. Проще и легче всего затачивается вот такая вогнутая кромка. Получается она как раз при первоначальной заточке на шлифовальном кругу, то есть наточили. Но прямую обычно получают первоначально затачивая на гриндере, допустим. Теперь пару слов еще о микрофасках. Здесь я не буду ни с кем спорить и утверждать что-то обратное, но не старайтесь не тянитесь за этими микрофасками. Почему? Потому что если вы сможете ее сделать, то возможно она будет работать нормально. А удастся ли вам это сделать с первого раза, навести эту микрофаску? Вот это спорный вопрос, потому что повторные разы микрофаска уже не наводится. То есть что такое микрофаска? Это вы заточили, ну допустим, какой-то тут определенный угол, ну около 30 градусов. И микрофаска делается уже более тупым углом, то есть скашивается сама режущая кромка, делается немного тупее и затачивается на более мелких камнях, так скажем. Вот если вы сможете ее сделать вот режущая кромка сверху очень-очень тонкой, то есть там несколько десятых миллиметров, и чтобы она была равномерной по всей режущей кромке, то да, она возможно и невозможно будет работать, но если вы чуть-чуть какой-то завалите бок, допустим, возьмете здесь больше, а здесь она уйдет на нет, эта фаска, то у вас стамеска будет нерабочая и повторно уже вам нужно стачивать эту всю плоскость заново и пытаться навести эту фаску. Далее, когда она затупилась, вы будете точить дальше, дальше и у вас уже даже после второго-третьего раза у вас уже это не микрофаска будет, а получится уже горбатая вот эта фаска, которая нифига работать не будет. Так, первоначально нам нужно вывести плоскость вот на этой части стамески, на плоской, как она правильно называется, кто спинка, кто лицо, но будем называть ее спинка. Всю поверхность вот эту стамески выравнивать не надо, нам нужно только вдоль нашей режущей кромки. Это делается на мелком камне. Движения могут быть разнообразными, в принципе, и так, и так, все это имеет место быть. Единственное, стараться работать всей плоскостью камня, чтобы не было нигде выработки. Вот видите, у меня какая она, то есть две стороны стачиваются, а вот здесь, то есть она ложбинкой. Точить, снимать материал надо, пока вдоль режущей кромки не будет вся вот такая блестящая, и, братцы, материал. Держать нужно указательный палец сюда, ближе к режущей кромке. Он слегка находится под давлением, но остальные вот они поддерживают просто. Я даже не знаю, это водный камень или нет, но с ним он засаливается гораздо меньше. Если неровности слишком большие, можно взять более крупный камень, либо наждачку, снять их потом на более мелкой-мелкой, и уже дойти до нужного результата. Я, конечно, выбрал самую, наверное, проблематичную стамеску. В середине большой желобок был. Ну вот, практически, где режущая кромка все выровнялась, то есть плоскость у нас есть. Далее переходим на точило. Вот такую простую приспособу я для точила сделал. Сейчас вы все поймете. То есть уголок, пластина, два болта приварил. Зажимается стамеска, либо нож-урбанка. А здесь вот такая скоба вместо подручника. Работает все очень просто. Уголок ложится на скобу, и вот у вас тележка. То есть вперед она, в принципе, не пойдет, потому что диск крутится на человека. Соответственно, своим усилием он еще толкает и прижимает уголок к этой скобе. Скоба 12 миллиметров, пруток. Все очень просто. Конечно, можно усложнить, но здесь лучше всего тогда произвести токарные работы. То есть проточить здесь вал какого-либо диаметра. Под них проточить втулку, чтобы она плотненько там сидела, но при этом была возможность двигаться. А вот это очень простой вариант. Первоначально я вот этот угол замерил. Он у меня равен 28 градусам. Немножко буду делать его более тупым. Зажал стамеску и смотрю, как она прилегает. Я также сейчас сделаю первый проход. Посмотрю, если ближе к режущей кромке она снимает, то значит все нормально. Потом померяем. Не забываем про очки. И обязательно емкость с водичкой, чтобы не перегреть нам кромку. Продолжение следует... да камень должен быть вот эта плоскость ровно и без биения я сделал нехитрую приспособу на трубочку наварил вот это от шлифовальных машин которые шлифуют железобетонные плиты такие мощные тележки них есть вот такие пятачки внутри там алмазики замечательно ровняет как только вы дошли до конца то есть режущая кромка у вас по всей вот этой наклонной плоскости сточено все прекращаем больше точила нам не нужно но вернемся к нашим баран стамеском вот здесь большой плюс вот этой вогнутой стамески теперь нам на камни зажал под таким же углом зажимать я буду в самодельной каретке ссылку в описании оставлю как я ее делал нам остается сточить вот это и вот эта часть у нас попадет под заточку соответственно если у нас будет здесь плоская то придется стачивать всю плоскость вот в этом плюс такого способа ну и следует после точила померить угол 33 градуса получилось кстати что вот она кстати сама эта каретка два подшипничка и пластинки зажимные кстати что вот на этой приблуде что на этой можно угол не ловить дальнейшем если замерить какому углу соответствует вот эта длина вылета то есть прошлись поймали нужный угол замерили расстояние день записали все остальные дальнейшие разы можно зажимать на это расстояние у вас будет тот же угол здесь смотрим чтобы плоскость легла берет немножко одну сторону все ребят много не надо фасочку навели видно нет вот у меня две полосочки все вот здесь и на режущей кромки далее беру свою правилочку чуть такое кусок фанеры фанеру потолку взять лучше 16 миллиметров наклеена полоска кожи от ремня от старого лохматым вверх если слишком лохматый можно наклеить и потом наждачкой чуть ворс убрать и паста гои паста гои она при высокой температуре имеет свойство плавится я немножко кончик расплавил кусочка понамазал хаотично далее налил white spirit кисточкой все это растет он также растворяет пасту гои и все даем просохнуть и ваша правилка готова далее обратно нашу спинку полирнем и вот такими движениями проводим несколько раз много не надо газеты к сожалению нету вот такой тонкий лист это с учебной тетради с какой-то сыновой старые она бумага тоньше чем а4 кстати так проверяется еще если заусенцы на режущей кромки то есть стараемся провести от угла всей плоскостью по всей длине режущей кромки если где-то застревает значит где-то заусенец такая заточка получилась на камеру конечно плохо видно что довольно бюджетно согласитесь то есть на точильном станке мы задали угол на камне произвели первичную заточку и на пасте гоя на коже уже провели сразу финишную за счет того что затачивается малая площадь стамеску можно заточить кратчайшее время надеюсь кому-то было полезно друзья до скорой встречи пока а